В этот день, 2 апреля 1698 года, Петр I, будучи в Лондоне, наблюдал совещание парламента с английским королем. Поскольку Петр делал это сидя на крыше, родилась шутка и объявил величайшую вещь на свете, а именно короля на троне и императора на крыше. 2 апреля 1879 года некто Соловьев совершил покушение на императора Александра II. Он выпустил в государя пять револьверных пуль и не попал ни разу. В этот день 1812 года в России была взорвана первая электрическая подводная мина изобретателя Павла Шиллинга. Эти хрестоматийные стихи Пушкина знают все. О сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. Но мало кому известно, что посвятил эти строки поэт своему другу Павлу Львовичу Шиллингу, автору первого в мире телеграфного кода. Шиллинг создал первую в России литографию, и этот способ позволил тиражировать неограниченное количество изображений. Павел Львович был и бравым русским гусаром, штурмующим Париж, и востоковедом, покорившим вершины Тибета, и физиком, и криптографом, изобретателем электромагнитной телеграфии и электроминной техники. Тогда эти уже обыденные для нас вещи были огромным прорывом в науке и выглядели почти чудом. Не зря некоторые современники Шиллинга называли русским Калиостро. Только в отличие от Калиостро, он умел удивлять и без шарлатанства. Начинал же свою карьеру этот универсальный человек фактически разведчиком. Еще во время учебы в кадетском корпусе юноша проявил исключительные способности к математическим вычислениям, топографии и определению координат. Поэтому никто не удивился, когда Шиллинг по окончании учебы был зачислен в Генштаб. А дальше талантливому молодому офицеру подготовили особое задание. Шиллинга сделали негласным сотрудником военной разведки и отправились служить в русское посольство в Баварии. Эта страна тогда была вассалом и союзником Наполеона, с которым в России назревала война. Павел Шиллинг, анализировав полученные сведения о военном потенциале Баварии, вращаясь в высших кругах Мюнхена, где с ним охотно ознакомились аристократы и знаменитые ученые. Благодаря этому общению Шиллинг попутно увлекся входившими в моду опытами с электричеством, которые даже учеными рассматривались пока как забавное развлечение. Павел Шиллинг подошел к изучению электричества как военный человек и задумался над его практическим применением. Он предположил, что создание электрической искры в проводах способно заменить пороховой фитиль для производства взрыва. В 1812 году, в год начала Большой войны с Наполеоном, российское посольство было эвакуировано в Петербург. И Павел Шиллинг сделал доклад в военном ведомстве, предложив свое изобретение. Для наглядности он предложил взорвать под водой пороховой заряд, чтобы продемонстрировать, как можно будет использовать минные заграждения для того, чтобы обезопасить Петербург от нападений с моря. Опытные взрывы прошли без единого сбоя и были названы дальние зажигания. Правда, изобретательство вскоре было отложено. Павел Шиллинг, как истинный офицер, не мог остаться в стороне от боевых действий и отправился в действующую армию. Он прошел все ключевые сражения с французами и за решительный бой на подступах к Парижу был достоин именной сабли с надписью «За храбрость». Не менее значительным вкладом в разгром армии Наполеона явились его отличного качества топографические карты Франции, размноженные литографическим способом. После войны этот беспокойный талант сосредоточился на разработке шифра со сложными алгоритмами. И, конечно, он вернулся к любимому электричеству. Только теперь Шиллинг заставил ТОК не взрывать мины, а передавать слова на расстоянии. Его публичная демонстрация электрического телеграфа состоялась в 1832 году в столице, за 8 лет до того, как Сэмюэл Морзе его запатентовал. Это был уже технический прорыв международного масштаба. Увы, Павел Львович умер в 1837 году, в тот год, когда он должен был исполнить волю государя и соединить Петербург и Кронштадт, настоящие телеграфные линии. В то же время его приглашали в Англию, чтобы внедрить изобретенный телеграф за огромное вознаграждение. Правда, британцам Шиллинг дал отказ. Он был из тех, кто считал, что должен пригодиться именно своей родине.